МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. С рабочим визитом Акимобласти посетил город Шахтинск. Нурмухаммед Абдебеков принял участие в открытии нового гемодиализного центра, стоматологического отделения и фитнес-центра. В Караганде заработал пункт приема вышедших из эксплуатации машин. Как и где и за какие деньги можно сдать машину на утилизацию. Воспитанники школы и интернат номер 2 для детей с ограниченными возможностями в развитии поставили спектакль по мотивам народной казахской сказки в перекате поле. Зрителями постановки стали воспитанники детского сада. Государственная программа Нурлыжол. Именно ей посвящено 7 декабря в рамках 25 звездных дней ко Дню независимости. В Казахстане запущены два новых участка автомобильных дорог, построенные по программе Нурлыжол. В ходе общенационального телемоста с участием президента Нурсултана Назарбаева были сданы в эксплуатацию реконструированный участок автомобильной дороги Алматы-Капшагай протяженностью в 104 километра, а также участок дороги Астана-Тимиртау протяженностью 169 километров. В рамках реализации государственной программы инфраструктурного развития Нурлыжол проводится реконструкция автомобильного коридора «Центр-Юг». В нынешнем году национальная компания «Казавтажол» завершает реконструкцию одного из ключевых участков автомагистрали Астана-Тимиртау. Дорога построена по нормативам первой технической категории с расчетной скоростью 140 километров в час. Пропускная способность участка увеличена с 6 до 28 тысяч автомобилей в сутки. Встречные потоки отделены барьерным ограждением. Это позволит сократить количество и тяжесть дорожно-транспортных происшествий, отметили руководители национальной компании. Данный проект стал своеобразным ответом всемирному кризису. Тысячи казахстанцев были трудоустроены в рамках государственной программы дорожная карта занятости. В предстоящие пять лет намечено построить 7 тысяч километров дорог. Стоит отметить, что строительство автомагистрали на участке в Карагандинской области проходило под постоянным контролем. Руководители области требовали от генерального подрядчика не только выполнения сроков, но и высокого качества работ. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Шахтинске открылся новый гемодиализный центр для пациентов с нарушением почечной функции. Медицинское учреждение построено по программе государственно-частного партнерства. Ее основателем стала известная немецкая компания, которая имеет центры во всех странах мира. В Карагандинской области данное учреждение стало шестым по счету. Раньше, чтобы пройти процедуру гемодиализа, шахтинцам приходилось ездить в областной центр. Гемодиализный центр для пациентов с острой почечной недостаточностью открыт на базе поликлиники города Шахтинск. Отделение оснащено современными аппаратами по очистке крови. Пациенты получают эту процедуру бесплатно за счет государственного заказа. Во время очистки крови им предлагают удобные кресла с пультовым управлением и планшеты. Инвалид первой группы Мария Хвитко страдает почечным заболеванием больше трех лет. Пенсионерка рада, что ей больше не придется ехать за процедурами в Караганду. Очень нам хорошо. Что бы приходилось ездить в Караганду? Да, нас возило им в атакси. Большое спасибо. Время долго в дороге. А так нам близко, рядом, мы дома. Нам очень хорошо. Спасибо компании за всю эту красоту. Акимобластью Нурмухамбет Абдебеков лично побеседовал с пациентами. Он пожелал им здоровья и поздравил с наступающим Днем Независимости. Новый центр будет обслуживать пациентов из Шахтинска, прилегающих поселков, Абайского и Шетского районов. Радуемся, что вот так получилось. Дай Бог, что ты начал так сделать. Далее глава региона посетил новое стоматологическое отделение. На втором этаже здания расположено служебное жилье, выданное молодым врачам. Нурмухамбет Абдебеков посетил семью Черняковых, которые стали обладателями трехкомнатной квартиры. И вручил новоселам телевизор. Супруги работают в поликлинике Шахтинска. И так, чтобы с новосельем, с новой жизнью, с новой работой, детей, чтобы побольше было. И это очень важно. Последним объектом посещения стал новый фитнес-клуб. Ахимобласти познакомился с сотрудниками клуба и его владельцем. Бизнесмен показал главе региона новые тренажеры и косметические залы. По словам предпринимателя, в его спортивном центре занимаются не только здоровые клиенты, но и люди с ограниченными возможностями. Для них и пенсионеров предусмотрена система скидок. В данный момент у нас действуют и скидки, и пенсионеры для пенсионеров у нас, и для учащихся студентов. И люди с ограниченной возможностью уже посещают наш клуб, они получают у нас и результаты. И люди довольны нами. Глава региона назвал новые объекты хорошим подарком к юбилею независимости страны и пожелал, чтобы подобных начинаний было больше. А Емамрина, Улжас, Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Караганде заработал пункт приема вышедших из эксплуатации машин. На сегодня он принял уже 29 автомобилей. Их владельцы получили максимальную компенсацию в 150 тысяч тенге. Такую сумму определило правительство Казахстана. Программа утилизации старых автомобилей стартовала 21 ноября. Ее главная цель – избавить наши дороги от автохлама. В Казахстане зарегистрировано более 4 миллионов легковых автомобилей. Причем 58% старше 10 лет. Чтобы у народа был стимул избавляться от старья, правительство установило за это денежную компенсацию. Получить ее можно, сдав свой автомобиль на утилизацию. Юрий Домашов решил присоединиться к новой программе и избавиться от старья. Автомобиль 89-го года требует косметического ремонта. В данный момент на ходу, говорит Юрий. Автомобиль купил в 2006 году. Проездил на ней сколько лет. До сих пор и на ходу. Но она уже отслужила все свои сроки. И я решил присоединиться к программе утилизации старых машин. Для участия в программе автовладельцу нужно будет доставить свою машину, снятую с учета в пункт сбора. Заполнить там типовое заявление и заключить договор на получение компенсации, предоставив специальные документы. Деньги за сданное авто переведут гражданам в течение 10 дней с момента подписания договора. Сначала с автомобиля сливают все жидкости, затем снимают аккумуляторы и резину. А уже потом оставшееся железо отправляют на переработку. Карагандин создали уже 29 автомобилей. В основном все они не на ходу. Одно из главных правил пункта приема – это самостоятельная доставка машины. После того, как договор будет заключен, бывший автовладелец теряет на нее всяческие права. Вернуть назад машину уже невозможно. В 2017 году госпрограмму по утилизации транспортных средств расширят. В ее рамках можно будет сдать старые автобусы и грузовики. Правда, размер денежной компенсации пока неизвестен. У Данияра Кушкумбаева сейчас горячая пора. В кабинете его практически не застать. Он постоянно отвечает на телефонные звонки, консультирует потенциальных клиентов и принимает пригнанные на утилизацию автомобили. 21 ноября 2016 года начались приниматься автотранспортные средства категории М1. Мы принимаем по двум подкатегориям. Это машина не на ходу за 48 тысяч тенге. Обязательное наличие кузова, четырех дверей, двигателя и коробки передач. И машина полной комплектации. Это составлять будет денежную компенсацию 150 тысяч тенге. Туда входят четыре двери, кузов, крылья, багажник, крышка багажника, капот, аккумулятор, радиатор, двигатель, коробка передач, выхлопная система и костя для жидкостей. Сегодня пункты приема открыты в каждом областном центре Казахстана. В Караганде пункт приема расположен по улице Складская-1, где раньше была база фирмы «Торнадо». Асель Сазамбаева, Жасулам Акулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Дети с неограниченными возможностями. Наверное, так можно назвать воспитанников школы-интернат номер два города Тимиртау. Они пример того, что можно развивать в себе творческое начало, несмотря ни на какие препятствия. Ребята доказали это, сыграв в поучительном спектакле. Карина Артеменко учится в школе-интернат номер два. Ей всего 16 лет, но она уже знает, кем станет в будущем. Карина очень любит готовить и планирует стать поваром. А пока в ее интересах танцы, рисования и театрализованные постановки. «Это сказка о том, что казахская сказка «Перекати поле» и о том, что мы хотим научить маленьких детей любить свою родину. Мы сами к ней хорошо относимся, ну и научить хотим маленьких детей». Школа-интернат номер два для детей с ограниченными возможностями в развитии является единственным специальным учебным заведением в Казахстане, которое участвует в международных проектах, таких как «Эко-школы Казахстан» в международной программе «Меньше мусора» и «Молодые репортеры для окружающей среды». В этих проектах воспитанники имеют равные возможности с ребятами из школ, гимназий и колледжей. Ольга Усольцева работает в школе-интернат номер два уже на протяжении 25 лет. За это время Ольга Владимировна выпустила множество детей с ограниченными возможностями в развитии. И она знает, что с помощью сказки можно социализировать детей и донести мораль, которая научит любить и защищать окружающую среду. Это, наверное, самый детский метод психологии и, конечно, безусловно, самый древний. Наши предки, когда воспитывали детей, не торопились их ругать, не торопились назидать, а могли рассказать малышу сказку, могли рассказать ему сказку, и он сделает вывод, как правильно себя вести. То есть вот таким путем мы формируем привычки правильного экологически грамотного поведения. А для наших воспитанников, воспитанников интерната, для детей с ограниченными возможностями, это своеобразный опыт развития социального интеллекта, разрушения социальных барьеров, подготовка к самостоятельной жизни. Школа-интернат номер два уже неоднократно проводила совместные акции с детским садом номер 15 «Айгулек». Это экологический квест, воспитательные часы, игры по станциям «Чистая планета». И вместе они осуществляют экологическое воспитание и обучение детей. Несмотря на свой юный возраст, малыши поняли суть сказки и остались очень довольны. Лариса Хусейнова, Жакслык Нурта и Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. С начала отопительного сезона в регионе уже зарегистрировано 26 случаев отравления угарным газом. Почти все подобные происшествия случились по неосторожности граждан при эксплуатации печного отопления. В целях безопасности сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям провели специальный рейд. Как обезопасить себя и своих близких, расскажет Лариса Хусейнова. Наша съемочная группа совместно с сотрудниками Департамента по чрезвычайным ситуациям оказались свидетелями грубых нарушений при использовании печного отопления. Жительница района Михайловки отказалась давать интервью, но все же согласилась показать, какие несоблюдения правил безопасности выявили в ее доме. На стене дымохода обнаружены трещины. Они способствуют возникновению пожара и выделению угарного газа. Около печки женщина расстелила газеты. Так, наверное, удобно собирать сажу. Но если из печи выпадет уголек, то беды не миновать. Продолжают иметь место гибель людей, травмированных. Зачастую это, конечно же, нарушение элементарных правил пожарной безопасности. Это преэксплуатация печей на твердом топливе, несовременная очистка дымоходов, труб. Сегодня мы решили уже наглядно показать населению, какие мероприятия, как должны проводиться. И показать наглядно примеры нарушений правил пожарной безопасности. Это не единственные нарушения жительницы Михайловки. Дымоход был сильно засорен. Около печи лежали легко воспламеняемые предметы. Одежда, газеты, пластиковые бутылки. С женщиной провели профилактическую беседу, и она все приняла к сведению. Сотрудники ДЧС области также дали несколько советов, как обезопасить себя. Хотелось бы обратить внимание именно на элементарные правила. В настоящее время у нас идет рост и возникновение пожаров, которые возникают на кровле в зданиях, жилых домов. Необходимо печи, соответственно, содержать в исправном состоянии. Дымоходы своевременно очищать, как минимум раз в месяц. Те, имеющиеся трещины, прогары где-то в дымоходах, они должны своевременно заделываться, штукатуриться, белиться. Известковым раствором в чердачных помещениях тоже допускается, когда недостаточная разделка противопожарной, когда горючие поверхности, изделия, предметы, они находятся в непосредственной близости от дымоходов, что тоже способствует нагреванию их и дальнейшему возникновению пожаров. И все же, несмотря на всю профилактическую работу, многие горожане нарушают правила безопасности. С начала отопительного сезона уже зарегистрировано 26 случаев отравления угарным газом. В 12 случаях пострадали дети. Погибли трое взрослых и двое несовершеннолетних. Сотрудники ДЧС Карагандинской области просят горожан быть бдительными и не нарушать правила пожарной безопасности. Ради своего же блага. Лариса Хусынова, Жаслан Муклубеков, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Государственные служащие не имеют права афишировать свои религиозные взгляды и посещать культовые сооружения в рабочее время и тем более на служебном авто. Подобная информация стала часто появляться в средствах массовой информации и вызывают неоднозначные реакции граждан. Наши корреспонденты решили выяснить, так ли это. Подробности у Аймамлиной. Поводом для принятия документа, запрещающего посещение религиозных объектов, стало исследование, которое провели специалисты агентства по делам госслужбы и противодействия коррупции. Согласно их данным, в последнее время участились факты, когда чиновники и представители правоохранительных органов посещают мечети на служебном авто. Согласно закону Республики Казахстана, государственной службе граждане Казахстана могут поступить на работу в государственные правоохранительные органы, независимо от национальности, вероисповедания и других тонкостей. Однако, согласно закону об этике государственного служащего, они должны принимать некие ограничения. Они касаются именно вероисповедания и религиозных взглядов. Чиновники не имеют права открыто заявлять о них, пропагандировать и заставлять своих подчиненных разделять их взгляды. По словам специалистов, этот запрет не значит, что чиновники и правоохранительные службы должны отречься от веры. Закон нужно правильно понимать. Госслужащие не имеют права афишировать и тем более агитировать религиозные взгляды, так как мы являемся светским государством, где мирно живут не один десяток национальностей и конфессий. У нас толерантная страна. Я считаю, что госслужащим запрещают афишировать свои религиозные убеждения, чтобы не создавать межнациональной и межконфессиональной розни. Чиновники и представители правоохранительных органов – это люди, за которыми наблюдают многие. Поэтому, возможно, это и правильно. 16 декабря наша страна отметит 25-летний юбилей независимости. Народ Казахстана живет в мире и согласии. Каждый гражданин имеет право выбирать вероисповедание, однако религиозные убеждения граждан не должны таить угрозу стабильности государства и спокойствию населения. Айя Мамрина Исламбеку, спан Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В стенах Карагандинского государственного университета прошел конкурс, инсценированный патриотической песней, посвященной 25-летию независимости Казахстана. В состязании приняли участие студенты факультета психологии и философии. Организаторы мероприятия уверены, что именно такие концерты формируют у будущего поколения любовь к родине и чувство патриотизма. Нужно сказать, что такие конкурсы проводятся у нас не в первый раз, это стала добрая традиция, и формируют в наших студентах чувство патриотизма, чувство долга перед родиной. Это один из этапов, который этому способствует. Ребята готовились, готовятся. Мы надеемся, что покажут достаточно высокий уровень мастерства, с одной стороны, с другой стороны, конечно, это прежде всего проявится в их желании, в стремлении показать себя, показать свое отношение к этому, не только к этой дате, но и вообще, в целом, к самому понятию независимости. В конкурсе принимали участие 11 команд, учащиеся в всех специальностях факультета философии и психологии. Для всех участников была поставлена задача не только исполнить песню, но и подготовить небольшую театральную постановку. Кроме того, жюри во время выступлений оценивало специально подготовленные видеоролики и фотослайды. Победители определяли по семи номинациям и трем призовым местам. Песня называется «Город мой». Она написана на славу президенту Руслану Бюшевичу Назарбаеву. И, собственно, ее мы будем исполнять. Организовали праздничное мероприятие преподаватели кафедры социальной работы и социальной педагогики в лице Бану Абдрашевой и Алии Баймухановой, а также заместители декана по воспитательной работе факультета философии и психологии Айслужа Кеновой Беке и студентки третьего курса специальности культурно-досуговая работа Айнур Нурсиитовой. Организаторы с уверенностью говорят, что подобные мероприятия станут доброй традицией в стенах университета. О сердце Замбаева и сломбекоспан Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Фарм-клуб хоккейной команды Сарарка, команда Тимиртау, продолжает участвовать в регулярном первенстве Республики Казахстан. Последние две игры тимиртаусы провели на выезде в Петропавловске. Оба раза наши хоккеисты потерпели поражение. Первая игра завершилась со счетом 4-1 в пользу Кулагира. Во второй день тимиртаусы были намерены выигрывать. Наши хоккеисты навязали сопернику скоростной хоккей с обилием силовой борьбы. И эта тактика дала результат. Сначала Егор Намесников отправил шайбу под перекладину Кулагира, а чуть позже результативным оказался бросок Йохана Лоррейна. В итоге тимиртаусы реализовали ровно половину из своих бросков за первый период. Во втором игровом отрезке команды продолжали показывать результативный хоккей. Зрители на трибунах увидели сразу четыре заброшенные шайбы. Три-четыре после второго периода. Тимиртау впереди. В начале заключительной трети матча Петропавловцы отыгрались благодаря точному броску Алексея Петушкова. А за четыре минуты до финальной сирены Максим Горячишников вывел Кулагер вперед. В итоге эта шайба и стала решающей. Итог встречи 5-4. Трудовая победа Кулагера. В итоговой пресс-конференции главные тренеры обеих команд признали, что две игры получились совершенно разные. Если в первой явно доминировали хоккеисты Кулагера, то во второй спортсмены Тимиртау были на высоте. И лишь случайный рикошет не позволил Тимиртаусам победить во втором матче. Хоккейный клуб Тимиртау продолжает выступать на выезде. Следующий матч команда проведет в Кукшетау, где 8 декабря встретится с местным клубом «Орлан». Андрей Тойн, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Амонсов Болгстар. Редактор субтитров А.Семкин